Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на изучении уроков субботней школы со Славянской Церковью Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Время бежит очень быстро, и вот мы уже перешагнули порог третьего, последнего месяца, последнего квартала этого года. Мы всегда благодарны вам за добрые слова поддержки в комментариях. Они вдохновляют нас, а также помогают распространению подобных передач через социальные сети. Не теряйте, пожалуйста, вашей активности в участии в наших программах. И мы также призываем делиться этими передачами с вашими близкими, чтобы и они узнали о великой миссии Бога, направленной к нам людям. В прошлый раз мы говорили о возможности миссии среди сильных мира сего. А в этот раз мы затронем вопрос евангелизации среди людей, кто не является христианами, или же у которых нет ничего общего или очень мало общего с христианами с точки зрения религиозных верований и ценностей. Тема эта достаточно сложная и даже болезненная в каком-то смысле. Но мы попытаемся найти ключи к подобного рода непростой задаче, обратившись за примерами Библии. К этой теме, как всегда, предлагался памятный текст. Зачитайте его, пожалуйста. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Как вы считаете, кому проще благовествовать, христианам или нехристианам? Все очень относительно, все зависит, наверное, от человека, с которым мы общаемся. У вас были какие-то опыты в этом плане? Конечно, и с той частью людей, и с христианами, и с совершенно неверующими людьми, абсолютно неверующими людьми, и иногда абсолютно неверующие люди быстрее принимают даже, зачастую они, у них сердца открыты, открыты, и нету каких-то, может быть, условностей, каких-то, может быть, своих восприятий Христа, восприятий Бога, Писания. А ты считаешь, что когда у человека нет христианской этой базы, то с ним общаться легче? Нет, я так не считаю. Я говорю, все зависит именно от человека. Окей, ясно. Хорошо. Ну, с одной стороны, кажется, что легче проповедовать уже христианам, потому что есть какая-то база, они уже знают о Боге, о Христе. Но есть другая проблема. Протоптанные дорожки вот эти, которые им очень трудно менять, им курс, направление очень трудно менять. А вот с неверующими людьми, уже ты упомянула, что вот они как с чистого листа, они воспринимают все легче, они более открыты к этой теме. Я считаю, что легче рассказывать тем, у которых нет никакой базы, которые вообще не знакомы с христианством, потому что у них нет никаких взглядов уже сложившихся, и им проще принимать ту весть, которую ты им рассказываешь. Когда я училась в школе, у нас в классе мы с братом двойняшкой учились вместе, и у нас еще были мальчик и девочка из других деноминаций. Это были времена, когда верующих в Советском Союзе не было. И у нашей учительницы было аж 4 человека в классе, и ей было сложно с нами. Хочу сказать, что мы очень хорошо общались все 10 лет, но каждый остался при своих взглядах. Хотя мы ими рассказывали, хотя они приходили к нам в церковь, мы приходили к ним в церковь, но каждый остался при своих взглядах. Но это еще ничего не означает. Согласна, безусловно. Может, не пришло время для плодов, так что мы сеяли в свое время. У меня тоже были одноклассники из других деноминаций, мы были очень хорошими друзьями, потом были свидетелями на их свадьбе, и помогали друг другу. И я верю, что вот тот свет, который мы оставили, он даром не пройдет. Нужно верить в то, что мы говорим или делаем. Вот если ты начала рассказывать за одноклассников, я вспомнила за университетскую девочку. Она училась с нами только один год, потом она поступила в консерваторию, перевелась на заочно. Потом она встретилась в консерватории с Петром Швайковским, и они поженились, а потом и крестились все вместе. Как интересно. И думаешь, как Господь вел. Она была из другой деноминации тоже, из такой, с которой, в принципе, люди почти не приходят к Богу. Но Бог сложил все потихоньку, и все сложилось. Здорово, слава Богу. Ну, хотелось бы пролить свет. Ирина сейчас назвала имя и фамилию человека, который является членом нашей церкви. И вот эта молодая девушка стала его супругой. Я бы хотела еще момент такой уточнить, что есть и другие варианты. Пример с моим мужем моей сестры. Уже на протяжении очень многих лет мы ему проповедуем. Моя сестра приняла крещение. Она уже давно член нашей церкви. Но муж ни в какую. Были большие сложности. И он, будучи физиком, будучи очень образованным человеком и очень серьезным эволюционистом, он сейчас как бы уже помягчал. Мы молимся, но ему очень сложно. Очень сложно проповедовать. То есть на данный момент уже прошло очень много лет, и он стоит на своем, на все-таки эволюционной системе образования Земли. Да, ну это в самом деле все очень индивидуально. Наш урок сегодня построен на истории самого, наверное, великого евангелиста из Священного Писания, это апостола Павла. И он отправляется в Афины. Кстати, вы можете мне рассказать, и не только мне, всем, кто нас слушает, что привело апостола Павла в Афины? Что послужило его приезду в Афины? Ну, Павел был в вере. Проповедовал там, рассказывал о Христе. И еще Библия говорит, что верийцы были более благочестивы, потому что они все проверяли, что Павел говорил. Но из Фессалоники пришли иудеи, которые настроили чернь против Павла и других учеников. И они подняли бунт. И ученики опасались за жизнь Павла и сказали ему, что ты уходи, мы же тут разберемся. И Павел пошел в Афины. Да, то есть такой вот он был как изгнанником из предыдущих мест, и он вынужден оказаться в Афинах. Скрывался. И скажите, пожалуйста, вот какова реакция была апостола Павла на этот величайший на то время город Афины? Это записано в Деянии 7 глава, 16 текст. Прочитайте, пожалуйста. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. То есть если мы так себе пофантазируем чуть-чуть, это не то, что он что-то одно увидел и вот тут его разнесло. Он гулял по городу. И кто знает, я как бы постаралась чуть-чуть прочитать историю, чтобы понять, я там никогда не была. Но были люди, которые были там, и они описывают, что когда ты заходишь в этот город, там один храм, потом другой, потом вот эти все статуи, виноделия, плодородия. Ну и там описывается все, что там происходило, как они там напивались, что там делалось, творилось, естественно. Он, я себе представляю, как он возмутился. Мы иногда тоже что-то такое слышим, вот что-то грешное такое. Но тоже у нас как бы возмущается дух, нам это даже неприятно представлять или слышать. И что предпринимает апостол Павел? Что он делает? Ну он очень тактичный и мудрый человек, образованный. он начинает идти в места, где собираются люди, и начинает рассказывать, потому что там было очень много образованных людей, философов, которые приходили на определенные места и любили слушать там разные, можно сказать, теории или разные философские высказывания. То есть он использует эту ситуацию для того, чтобы рассказать о живом Боге. Это его не тормозит, наоборот, ему дают крылья. Казалось бы, ну такая территория, где все только глухи останутся к его словам, но тем не менее, его это не остановило. А как вы считаете, как сегодня можно использовать метод Павла во время проповедения христианам? Честно говоря, я не знаю, как это работает, чтобы выходить на какие-то площади, рассказывать в наше время. Мы уже пережили и ковид, и другие такие вопросы, что люди как бы не очень открыты. Закрываются. Да, закрываются. Но у нас есть социальные сети, на которых мы можем делиться Словом Божьим, полезными цитатами, ну и разными такими толковыми христианскими вещами. Да, сегодня бы социальные сети используют порой совсем для других вещей, для войн, войн между людьми. А мы как раз таки можем их использовать, да, вот в целях благовестия. Потому что много людей ищут. Да, да, Ирина, слушай. Ну, Павел проповедовал, рассказывал в группах, да, там люди общались, что-то обсуждали, и он к ним присоединялся. Нам не стоит сейчас идти и искать какие-то группы. Мы можем общаться с друзьями, и это уже будет для нас группа, которой мы можем рассказать о Христе. Нам надо смотреть на то, где мы находимся, в каких обстоятельствах, и Господь нам даст мудрости понять, где и когда, и как мы должны проповедовать. Метод хороший, но если мы выйдем сейчас на улицу, будем собирать себе группу, чтобы рассказать. Но никто же не придет, не будет слушать, да, и собрать группу на улице сейчас у нас тут трудно, да, люди почти не ходят по улице. Но самое важное, что апостол Павел нашел ту точку соприкосновения, с которой он начал свой разговор. Представьте, если бы он сразу начал с того, что покайтесь и обратитесь, и поверьте в Иисуса Христа, это вызвало бы только негативную реакцию. Он находит в этой точке соприкосновения. Вот это, я думаю, очень важно. Мы только что затронули такой момент, что город Афины, ну, на тот момент, это был, в общем-то, центром цивилизации, да, но тем не менее, это был и центр языческого мира. А вот как вы считаете, актуальна ли эта тема для нас сегодня? Есть ли у нас идолы сегодня? Ну, конечно же, есть. Я думаю, что их хватает. И как у нас, как и у людей, которые даже не верующие, не осознавая того, что это для них идол является. Это может быть все, что угодно. Это может быть и зависимость от каких-то, может быть, соцсетей. Это может быть зависимость от работы, тоже очень может быть. Это может быть зависимость от телеканалов, просмотра телевизора и так далее. То есть... А может быть, даже через черная забота об успехе своем, о богатстве, когда ты свое «я» постоянно думаешь, вот на каком «я» уровне, как я могу себя там поставить выше, ну, или даже быть в тренде, вот если у тебя, это ты все время только этим занимаешься, чтобы быть вот на уровне всего мира нынешнего, ну, оно занимает очень много времени. А у верующих людей могут быть идолы? Ну, это я как раз из-за верующих и говорю. И мы от этого ограждены. Нет, мы как раз и живем в мире. И эти все вещи, они нормальные, но их... Во главе угла не заставить. ...нужно в меру как бы принимать, вот как мы, или там, или какую-то сладость едим, или что, если ты чуть-чуть, оно, конечно, не повредит, но если ты чересчур будешь, это оно уже... Все, что отвлекает нас от Бога, все, что стоит на первом месте, это для нас идол. А мы уже сами разбираемся в себе, что у нас идол, потому что у каждого человека может быть свое. Ну, вот так интересно, вот сейчас мы готовимся к этой субботней школе, и вот я засыпаю с мыслями о субботней школе, ночью просыпаюсь, думаю, и вот как прекрасно все-таки находиться в каком-то вот таком состоянии, когда ты рассуждаешь о духовном, но, к сожалению, нету, ты не в таком ритме или в таком состоянии живешь всегда, к сожалению. Да, хотелось бы вот сказать, что действительно в Священном Писании мы встречаем строгую заповедь о запрете любого идолопоклонства, поклонения и служения идолам, но тех идолов, что были в языческом мире, то есть статуй и других изображений языческих богов, мы и так избегаем. Но что сегодня может быть идолом? Идол – это то, что стоит на месте Бога, то, чему или кому вместо Бога мы служим, отдаем в первую очередь свои силы, время и средства. Это то, чем или кем мы всегда интересуемся, что или кто всегда живет в нашем сердце. В одной из своих притч о званых на брачный пир Господь тоже говорит об идолах, хотя на первый взгляд это вполне законные и негреховные занятия, житейские попечения, как их часто называют. На самом деле идолопоклонство, в какой бы мере оно ни происходило, очень коварно. Мы не крадем, никого не убиваем и даже не обманываем, но постепенно умираем для вечности, будучи затянуты в трясину вещей, вещей, которые отдаляют нас от Бога. А как вы, дорогие наши зрители, считаете, какие они современные идолы? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, нам будет очень интересно узнать о нем. А какова была реакция афинян на проповедь апостола Павла? Это записано в Деянии 17 главе тексты 18 по 21. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. И взяв его, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новые учения, проповедуемые тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Какова же реакция была все-таки Афиняна, апостола Павла? Мы очень заинтересовались, конечно. Им было очень интересно, что это такое. Решили вынести его на чуть-то на высший уровень. Но с другой стороны, они вообще не поняли, о чем он говорит. Они называют его суеслов, а вот я посмотрела другие переводы, там еще того, краше слова. В одном переводе сказано, они назвали его Краснобай, то есть он как и Красные басни рассказывает. А еще вот в переводе Кулакова это Пустомеля. Какая прелесть. Это какое-то такое два совершенно разных, да? Мелит языком. Нет, имеется в виду, что они один... Краснобай? Красноречие? Нет, Краснобай это басни рассказывает. Красноречиво. Красиво. Да, конечно. Он был, он был оратор, еще тот, да. Но суть в том, что для них это было, как мы сейчас говорим, ни о чем. Да, и... Но чем-то же они заинтересовались, да? То есть они не понимали, мне кажется, что для них это было не столько ни о чем, сколько интересно, что-то новенькое у нас тут сейчас происходит. Какая-то вот заварушка, мы этого еще не знаем. Еще одно новое божество какое-то выйдет здесь. Да, да, потому что они же очень все хорошие философы были. Они хотели поболтать, поговорить, поразмышлять очень побольше, подольше, поспорить, возможно, как зачастую бывает и у нас тоже. Да, да. И они не оставили его в группе с собой. Вот они услышали его, и там они спрашивали дальше, что, расскажи. Они повели его в Ареапак, да, в место, где вот именно эти интеллектуальные беседы у них велись. Туда, где собирались уже самые умные люди того времени, да. И не только те, которые жили в Афинах, но те, которые приезжали из других стран. И именно туда они привели, чтобы услышать его и, наверное, может и покритиковать, и может еще что-то узнать. Да. И знаете, еще хочу добавить, что когда Павел пришел в Ареапак, у него была конкретная опасность, потому что историческая сводка говорит, что Сократа осудили на смерть за то, что он рассказывал о других божествах. Да, потому что Ареапак это было место судилища, там в самом деле не просто слушали ораторов, а там происходили процессы судопроизводства, его могли осудить и могли даже осудить на смертную казнь в самом деле. Местность внутри города Афины полна холмами. Один из холмов является Ареапак, овеянный легендами и преданиями. Здесь заседал совет старейшин, афинских архонтов, обладавших властью вершить человеческие судьбы. Совет этот получил то же название, что и холм, на котором проходили его заседания, Ареапак. Помимо местных судилищ на этом холме произошло еще одно знаменательное событие. В очередной раз, когда совет в древних Афинах заседал в Ареапаке, по каменным ступеням на вершину холма взошел человек. Короткая речь, произнесенная им, через несколько лет изменила весь ход эллинской истории. Ведь человек этот был апостол Павел, а его проповедь стала одной из самых горячих речей, произнесенных когда-либо на Ареапаке. Слова апостола и ныне можно прочесть на холме, ведь они выгравированы на табличке, привитой к скале. В то время речь Павла достигла немногих людей. Но насколько слова эти распространились по всей стране, если через столетия Греция стала страной, проповедующей Христа. А позже именно из Греции эта весть дошла и до славянских земель, откуда все мы родом. Вот какое огромное влияние оказали слова человека, приверженного делу распространения Евангелия. Какую же тактику избирает апостол Павел для проповеди в Ареапаке? Давайте зачитаем из Деяния апостолов 17 главой тексты 22 и 23. И стал Павел среди Ареапака сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Вот интересно, с чего начинает ну молочинка вообще, я как прочитала, но вот находит, знаете, как в английском говорят, common ground, находит что-то общее, да, и вот начинает с позитивного, то, что уже им знакомо, и даже хвалит как бы их, вы набожные люди. Очень тонко и очень мудро, я не хочу сказать слово хитро, потому что на самом деле тут хитрости нет, а именно мудро, он поступил очень мудро, потому что он как бы как миротворец, да, действует, то есть он хочет сказать что-то хорошее об этих людях, и как бы располагает, расположить, да, и как бы себе дорогу. Ну, я вижу здесь уважение, он их уважает, во-первых, он говорит, что вы набожны, вы поклоняетесь Богу, но не знаете, не знаючи, вы уже поклоняетесь Богу, да, Богу живому. Не то, чтобы Богу, а в том числе, то есть, не знаю, но в том числе вы и этому неведомому Богу поклоняетесь. Вы знаете, он действительно, как говорится, нашёл вот эту вот очень важную точку соприкосновения, потому что языческие Боги, в частности, Боги Греции, это были Боги, живущие на холмах, очень далеко от людей, грозные Боги, Боги такие вот суровые, наказывающие. Сбалмошные иногда. Да, иногда даже похожие на людей. Имеющие характеры людей. Со всеми человеческими предпочтениями. Но вот этот Бог, о котором рассказывает апостол Павел, это, наверное, вот та была недостающая составляющая, в которой греки нуждались. Поэтому они так заинтересовались, о чём же он говорит. Ну, Павел здесь прекрасно, он возвещает, вот Бога показывает, который сотворил мир, и всё, что в нём, и вы в том числе, и вот ваше, всё, что здесь у вас находится, небо, земля, потому что они же верили, небо имеет, одного Бога земля, а это Бог, который всем правит. Он ставит Бога на самый высокий уровень. для меня это было бы очень впечатлительно, я так думаю, потому что это Бог Богов. И более того, он говорит, что он живой. Да. Вот, что самое большее их заинтересовало, потому что, как ты, Виктория, сказала, Боги греческой мифологии, они были жестокими, они были, у них были разные страсти, да, но им нужно было служение, храмы строили, а тут Павел говорит, что ему не нужны храмы Богу, и он говорит о Боге, которого можно познать. И он еще говорит о том, что он один, полностью за все отвечает, то есть не надо разбивать по частям, а он один владыка, вездесущий, и еще и Бог любви ко всему. Да, и далее он говорит, что он недалеко от каждого из нас. Уже мы тоже вспоминали, что все боги были далеко, на холмах. Это вообще очень новое все, да, то есть они никогда не сталкивались ни с чем подобным, то, конечно, это не может не заинтересовать. Да, после своего обращения в христианство апостол Павел продемонстрировал неустанную преданность делу распространения Евангелия среди всех народов. Однако он использовал различные подходы к своим слушателям, в зависимости от того, были ли они евреями или язычниками. Сравнивая его проповедь иудеям в синагоге в Антиохии с выступлением перед язычниками в Ареапаге, мы видим, что он проявил большой такт в данной ситуации и чуткость в своей аудитории. В Антиохии апостол цитирует Писание, в Афинах упоминает о жертвеннике неизвестному Богу и цитирует их же поэтов. Не оправдывая верования афинян, апостол хвалит их за религиозность. Даже будучи глубоко обеспокоен многочисленностью их идолов, понимая всю бесполезность их взглядов и уровень заблуждения, Павел был сдержан в своем поведении. Любое проявление гнева и обвинения в адрес этих людей, не знавших Божьей истины, лишило бы его драгоценной возможности представить им Евангелие. Как далее Павел развивает свою проповедь? Давайте зачитаем Деяние апостола в 17 главу с 24 по 27. Очень красочно я бы сказала. Смотрите, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Потрясающе, мне кажется, что в этих стихах Он просто рассказал всю историю человечества, если это можно так сказать, и сущность Бога, то есть Он, не имеющий ни в чем нужды, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. раскрывает сущность живого Бога. Он рассказывает, что от одной крови Он произвел весь род человеческий, то есть Он фактически говорит о том, что и вы, и я, мы все фактически его дети, то есть это тоже что-то новое, и предопределил времена и пределы их обитания, что именно Бог над всем стоит, что именно Он гладыка всего. И опять-таки Он говорит, дабы искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и тут же говорит о том, что чтобы искали, искали, но Он же совсем рядышком, хотя недалеко. Вот я именно хотела сделать акцент на этом, что Бог недалеко от каждого, и для афинян это было что-то новое и что-то очень важное, потому что их Боги, они были где-то там на холмах и еще где-то недоступны, и к людям они не спускались. Я бы хотела еще вспомнить и не требовать служения рук человеческих, у них тоже там все строилось, каждое божество нуждалось в чем-то, в каких-то дарах, в каких-то служениях, но Господь, Павел говорит, Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, но сам, давая всему жизнь и дыхание. Как тонко и грамотно Павел переводит фокус афинян с их языческих богов на Бога-творца. Высказав поощрение за набожность, начав от жертвенника неизвестному Богу, он переходит к непосредственной проповеди о Боге, который вездесущий, любвеобильный и близкий к людям. Как им необходим был такой Бог? Да, Павел обладал универсальными методами служения. Его уникальные миссионерские качества крайне необходимы и применимы и сегодня. В чем была кульминация проповеди апостола Павла? Это нужно прочитать. Деяние 17 глава с 28 стиха по 31. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотверцев говорили, мы его и род. Итак, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Он говорит об Иисусе Христе, о его служении, о его миссии, о его смерти, и что эта смерть значит для нас. Он говорит на ихнем языке, он тут так очень умно заворачивает эти все слова. цитирует их поэтов, и действительно, как Татьяна сказала, говорит на их языке. Этому он научился уже, будучи там в Афинах. Видите, как он быстро переквалифицировался. Да, и уже узнает стихотворение и поэтов местных. Ведь он был величайшим оратором, это был представитель Синедриона в свое время, он был очень грамотным человеком, но прибыв в Афины, он становится как бы частью этого общества, потому что он должен говорить с этими людьми на их языке. Какой важный метод. Я хотела сказать, что сегодня при евангелизации мы также должны использовать различные методы, те, которые работают для этого общества, для этих людей. В этой ситуации мы не можем работать какими-то штампами. Мне хотелось бы сказать, что, например, в начале прошлого века, в 20-е годы, евангелизация проходила следующим образом. Собирались люди в каком-то большом месте, скажем, в театре где-то собирались, и проводился диспут. Приходили туда представители различных динаминаций протестантских, приходили люди православные, даже священники приходили, приходили ученые, представители каких-то учебных заведений, приходили военные, потому что в 20-е годы страна находилась в таком состоянии. И даже представители, те, кто проводили экстрасенсорные всякие мероприятия, и проводились диспуты, поднималась тема, допустим, о бессмертии души, или еще какие-то близкие вопросы. Откуда я это узнала? Дело в том, что вот сейчас я вам покажу, у меня в руках дневник моего дедушки, Гриц, Александра Макаревича. Он был одним из пионеров адвентистского движения, и в нашей семье вот это является величайшей реликвией, его дневник, где он описывает свое начало евангельского служения, и вот многие такие вот нюансы, и как раз таки об этих диспутах я узнала из этого дневника. Но интересно, что в то время это работало просто, как говорится, на ура. Очень много людей таким образом узнавало священное писание и о доктринах, в частности, адвентистов седьмого дня, и люди приходили так в церковь. Сегодня вряд ли мы можем даже такую аудиторию собрать. Представьте, какая разношерстная аудитория. и представители протестантских церквей, и православных, и образованные, и военные, и светские, и те, кто спиетизмом занимаются, понимаете, и для них это все было интересно. И это было время еще, когда можно было проповедовать. Потом мы знаем, пришли вот эти кровавые 30-е, и все это прекратилось на много-много лет. Сегодня у нас другие возможности проповеди, мы должны ими пользоваться. То есть апостол Павел оставил удивительный пример такой вот евангелизации. То есть о Боге, о Иисусе Христе распятом, воскресшем всегда надо говорить. Это должна быть наша кульминация. Это кульминация всех наших разговоров и вестей, и все, к чему мы должны приводить, это действительно к воскресшему Иисусу. Еще очень красиво говорит 30-й текст. И так оставляя времена неведения, то есть оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Тоже здорово. Потому что пришла, вот истина пришла, он говорит истину, приносит истину, то есть уже им нету извинения, что мы не знали или к нам не дошло. Вот это уже времена неведения позади, время сейчас покаяться и принять воскресшего Иисуса. Такую весть он как раз несет. Вы знаете, продолжая вот эту вот тему различных методик, мне хотелось бы рассказать, тем более, что то, что я сейчас скажу, оно будет как бы ответом на один из вопросов, который прозвучал в комментариях, где нас спросили, а поделитесь, пожалуйста, как вы проводите сейчас миссионерскую деятельность. Мне кажется, в Америке что тут можно, как проводить, тут все люди верующие, но вот мне хотелось бы сказать, что вот наша поместная славянская церковь изменила формат изучения уроков по библейской подготовке к окрещению. Вот, сейчас это выносится на город с большой рекламой, оповещается все люди, кто имеет к этому интерес, выносятся на большой зал со слайдовой программой, через усилительную аппаратуру, то есть, вот, это уже не делается в маленьких группах, как это обычно, да, вот, два-три человека, которые там, ну, 10-15, которые готовятся к окрещению. Сейчас на эти уроки, на обучение может прийти абсолютно каждый. И вы знаете, я хочу сказать, это не только миссионерское служение, это еще великая ответственность, потому что потом уже никто не сможет сказать, а я не слышал, а я не знал. И вот апостол Павел приводит людей к покаянию. Он говорит, пришло время покаяться. Удивительно, удивительно. А скажите, каков был, как, какой был результат его проповеди, как много людей тогда покаялись или обратились? Был ли успех у этой проповеди? Урожай был небольшой, но одни насмехались, другие говорили, послушаем еще в другое время. А вот стих 34 говорит, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ариопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. То есть, если упомянуты имена, то есть, может, в то время, когда Павел уже писал послание, уже многие люди, может, их знали даже. Так это в тот момент, а что же было, когда он все-таки ушел? То есть, мы же не знаем, что происходило дальше, потому что семья посеяно, и дальше Господь, я думаю, что очень много людей. и они были пионерами церкви в Афинах. Мы уже говорили, что потом эта страна становится христианской, и ученик Павла Аполлос, мы знаем, он был греком, он тоже был выходец из вот этой страны. Вообще, мне кажется, Павел просто там провел урок субботней школы. Мы не знаем, какой там был день. На аудиторию такую, неважно, какой день, но сам факт того, что вот этот урок, он хорошо преподал, рассказал. Может, мы и как раз взяли от него обучение в субботней школе, его метод, потому что оно работает. Да, слава Богу. Для еврея, а тем более такого самоотверженного труженика, миссионера, каким был апостол Павел, увидеть такое множество идолов, было крайне болезненным и даже оскорбительным. Тем не менее, он очень осторожно ведет их к главной идее своей речи, рассказать о живом Боге. При всем уважении к афинянам и чувствительности к их жизненному укладу, Павел не упускает возможности призвать их к покаянию. Апостола Павла можно назвать авангардистом, настолько универсальным и адаптивным было его служение. Его уникальные миссионерские качества, такие как понимание культуры людей, которым направлена проповедь, уважение своей аудитории, желание помочь, умение не потерять суть вести. Все это крайне необходимо сегодня и нам. Это достойный пример проповедника миссионера. Практические задания на сегодняшний урок гласят следующим образом. В молитве просите у Бога о его руководстве, чтобы узнать, как наилучше свидетельствовать одному из своих знакомых и также задание со звездочкой исследуйте социальные сети, как возможный ариапак, где вы можете представлять Евангелие неверующим с ясностью и благоразумием Павла. Мы часто слышим слова, а вот в наше время было так. Мы крайне признательны нашим предшественникам и пионерам адвентистского движения за их титанический труд в деле благовестия в тех сложнейших условиях. Но сегодня Господь открывает новые возможности для современности, и было бы неразумно этим не воспользоваться. Вместо того, чтобы продолжать спахивать миссионерские поля традиционными методами, нам нужно быть гибкими, находчивыми и непредвзятыми в отношениях новых и даже незнакомых подходов Божьей миссии. Это не говорит о том, что мы должны заигрывать с миром, уподобляясь его греховным предпочтениям. Но желать людям спасения это значит как минимум уважать их, пытаться их понять, а не дистанцироваться от них, демонстрируя свои знания. Миссия возникла у Бога и принадлежит Ему. Будем же всегда обращаться к Нему за помощью и советом, как в свое время сказал царь Иосафат. Боже наш, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. И если мы искренне, Господь откроет свою волю, возможно, путь не будет для нас обычным, но можно сказать точно, выполнение Божьей миссии, Божьим путем и силой Божьей осуществит его спасительное намерение осветить Евангелием каждый слой общества. И да поможет нам в этом Господь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова